Привет, друзья! Илья Владимировна, Паркадисточка.ру Вторая часть обзора про лодку North Silver 655 Eagle Cabin с двигателем F200 Если вы вдруг, совершенно случайно, не смотрели первую часть, то ссылочку мы оставляем вот здесь, в правом верхнем углу Обязательно перейдите, посмотрите и почитайте комментарии под этим видео Итак, что мы будем рассматривать с вами во второй части Сам по себе лодочный мотор F200 Давайте немножко теории, немножко практики Покажем, как удобно пользоваться, покажем, как удобно обслуживать Носовая якорная лебедка, приборы контроля, трансовые плиты Кстати, здесь они достаточно удобны Взял для себя на вооружение, что вот эта система трансовых плит мне больше понравилась, чем, например, на других лодках И плюс покажем, как правильно разложить сидение в этой лодке в спальное место для того, чтобы поваляться, отдохнуть Все то, что вы видели в первой части, мы обязательно дополняем во второй части И, конечно же, скоростные испытания этой лодки Сколько набирает, как тренируется, есть ли дельфин, какой расход топлива на максимальных оборотах, на круизных оборотах Сегодня у нас в баке порядка 120 литров топлива У нас два человека, ну и вот стандартная загрузка лодки Итак, мотор, любимец вообще очень многих людей за последние пару лет Три года назад компания Mercury, Brunswick представила новые двигатели Вот такой вот немножко ромбической, квадратной, какой-то такой вот необычной формы Тогда люди начали воспринимать это все как-то, ну и дизайн, короче, как говорится На самом деле показали огромный просто-напросто символ всем другим производителям Новая линейка моторов, начиная с 200 лошадиных сил, даже со 175, сейчас 175 в России не поставляется Но, тем не менее, вот в таком вот элегантном дизайне В чем же у него плюсы? Есть несколько линейок Сегодня мы рассматриваем простую линейку Это обычный мотор, 200 лошадиных сил, V-образная шестерка, объемом 3-4 литра Есть моторы Pro XS, у них серия уже V8 На самом деле все эти моторы примерно одинакового форм-фактора Снижен вес основной И этот двигатель весит всего-навсего 220 килограмм Причем мотор 250 лошадиных сил, весит также 220-230 килограмм Американцы очень любят комфорт И, конечно же, удобство в обслуживании этого двигателя Это максимально комфортное, максимально удобное Все должно быть под руками Если мы раньше с вами заливали масло какими-то там канистрами Куда там подставить, где-то щупы и прочее То есть Brunswick произвела, Mercury произвел революцию Нажимаете просто на крышечку, открывается крышечка Здесь у вас есть заливная горловина Здесь есть информация Объем двигателя 6,6 Не объем двигателя, а объем масла, который надо залить 6,6 литра Как отображается это все на масляном щупе Вот он, вот он у вас рядышком Вот у вас заливная горловина Все под руками Что еще нужно для того, чтобы обслуживать двигатель Ну, наверное, какие-то свечи, еще что-то нужно посмотреть Доступ к предохранителям Я нахожусь на кренолине, про который рассказывал в первой части этой лодки В обзоре этой лодки И, в принципе, что я могу сделать Я могу снять абсолютно спокойный колпак Мы недавно показывали видео про двигатель Honda 150 лошадиных сил, который с одной защелкой Либо там 225 лошадиных сил В принципе, эти моторы как раз уже способны обслуживаться на самих по себе лодках Здесь все очень просто Нажимаем красную кнопочку и тянем рычаг вверх Вот так вот Эх, непринужденно Но имея хорошую поясницу Мы с вами абсолютно спокойно Брюки превращаются в элегантные шорты Он тяжелый, у него хорошее шумоподавление Виброгашение Потому что если мы сейчас заведем с вами двигатель Конечно, мы его будем слышать Но когда мы находимся с вами в кабине И одет колпак Практически не слышно Мы слышим только то, что плещется контроль V-образная шестерка Мощный воздухозаборник У каждого мотора Mercury есть информационная табличка Поближе к обслуживанию Колодка с предохранителями Все подписано Всевозможные разъемы Система гидравлики, если это нужно Здесь стоит мощняцкий просто-напросто генератор Током 85 А Мощностью примерно под киловатт, наверное Но этот генератор, он обеспечивает работу Как самого все двигателя, так и заряда батарей Примерно 10-15% всегда отдается Даже до 20% отдается На обеспечение внутренней электроники Двигатель просто нашпигован Электроника, всевозможные системы защиты Противоугонные системы и прочее Но самое главное То, что мотор все-таки надежен И при правильном обслуживании этого двигателя У дилеров Mercury На двигатель распространяется 5-летняя гарантия Это достаточно важно Система DTS установлена Когда у нас бестросовое включение передач И бестросовое управление газом двигателя Вот такой вот Очень мощный, очень нарядный Легкий, на самом деле Американский мотор Мощностью 200 лошадиных сил Компания Mercury очень любит зарабатывать деньги Очень любит зарабатывать деньги Очень-очень Так вот У них есть собственный протокол Smartcraft Шины данных обеспечивают взаимодействие Работая с помогательными своими системами Это не NMEI 2000 Это свой закрытый протокол К нему можно подключать Систему Active Trim Это система, которая позволяет Автоматически управлять Дифферентом двигателя К этой системе Можно подключать всевозможные датчики Можно подключать датчик топлива Системы Vessel View Vessel View Link И так далее и тому подобное То есть очень много оборудования Можно подключать к этим моторам Есть лайфхак Мы можем перейти с вами на протокол NMEI 2000 И тогда все это оборудование Станет чуть-чуть дешевле Наш Carplotter установлен здесь К нему подключается через NMEI 2000 Компас, топливные баки, расходомеры И все-все-все И вот это становится чуть-чуть дешевле Чем у компании Mercury Не знаю лайфхак или нет Но вот такая специфика Есть шлюзы Которые позволяют перейти Из протокола Smartcraft На протокол NMEI 2000 Тот же самый Vessel View Link Так называемое оборудование То есть это коробка черная К нему подходят данные с двигателя От него уходят данные на Carplotter Покажем сейчас Насколько он тихо будет С колпаком работать И без колпака работает Покажем про пульт Дистанционное управление Замок зажигания Расскажем как эта штука запускается Это интересно Оставайтесь с нами И никуда не уходите Итак Запускаем мотор Запускается он просто Легко и непринужденно С одного тычка И дальше мы с вами Слушаем примерно Как работает двигатель Ну а теперь Волшебные свойства колпака Защелкнули Ну в целом Ну как бы это Либо есть Либо он Либо офф То есть вот он Его не на самом деле Слышно конечно Там где-то что-то Внутри работает Но вот вода Шумит Сильней Журчаще Пойдемте покажем вам Про кнопки Про пульт дистанционного управления И про замок зажигания В данном случае Врезной пульт В боковую панель С кнопками Трима И есть даже кнопки Старт-стоп И управление Холостым ходом И троллинг режим Все очень просто На консоли На консоли находится Замок зажигания Мы включаем его Переводим Замок в режим Он На приборе контроля У нас Смаркрафт прибор У нас отображается Там диагностика Если нужно Ну в принципе Можно просто-напросто Заводить отсюда То есть нажали Кнопочку Либо на Пульте Дистанционного управления Старт-стоп И же глушить Кстати Либо здесь нажали На замке зажигания Просто повернули замок Очень быстро Надо поворачивать Примерно вот так Все Мотор завелся Дальше Можно и нужно Им же выключать То есть на старт Повернули Мотор заглох То же самое С пульта Дистанционного управления Нажимаем на кнопочку Мотор завелся Зажигание электронное Настраиваемая Программируемая Подача топлива Инжектор Ну в общем-то Как в лучших У лучших производителей Мировых производителей Все очень просто Прибор контроля Осуществляет Прибор обороты Расход топлива Наработка в часах Выбег Контроль топлива Все что вы к нему Подключите Все что настроить Какие системы Трим В принципе нам рыба Сейчас не нужна Нам больше нужен Скажем так Приборы контроля Которую здесь Немножко настроили То есть здесь Скорость Расход топлива в час Трим Обороты двигателя Выбег На Одном литре Сколько километров Температура воды И глубина на которой Мы стоим сейчас Температура воды Еще раз 27 градусов Температура воздуха Сегодня где-то градусов Под 30 Если у вас есть комментарии Оставляйте их Под этим видео Давайте с вами обсуждать Смотреть Подбор винтов Если кому-то нужен Опять же Консультировать Навески и прочее Этому все поможет Цепная лебедка Это здорово Но надо учесть Что если вы Например зацепились За какое-то Подводное препятствие Когда Не можете Вылезти Или там Отцепить якорь Например Пробуйте там Лодкой влево Вправо Или там Дергайте вперед назад Ну приходится Эту цепь сбрасывать Цепь сбрасывается Опять же Через якорный рундук У вас обязательно Должно быть звено Какое-то Для того чтобы Там Сбросить эту цепь И уйти куда-то Там До дома В принципе цепь Используется из оцинковки Можно из нержавейки Но это просто В 4 раза дороже Еще есть нюанс Такой Что если К примеру У нас Якорный рундук Не очень большой То может быть Свал вот этого цепи Он просто упирается И цепь дальше Например Под собственным весом Не опускается В этот якорный рундук Ну рундуки По-разному построены В разных абсолютно лодках Да И в принципе Может быть такая ситуация Поэтому имейте ввиду Вот здесь например Сейчас Видно что Образовывается Как раз Такой как этот Сгусток Вот этой цепи Из нержавейки И приходит Из оцинковки Пардон Вот И приходится Как раз Вот эту часть Вот ее нужно Аккуратно Ну скажем так Отбросить И вот Кстати Кстати Вот Уобразный болт Уобразный рым Который в принципе Можно открутить И сбросить вообще цепь Вместе с якорем Если вы вдруг Встали с таким зацепом Что мама дорогая Как говорится Как здесь ночевать Как здесь спать Можно конечно В проходе Но здесь есть Предполагаемое место Небольшого диванчика Который можно В целом Также разложить Давайте попробуем Я на самом деле Это дело Абсолютно В первый раз Я вижу Что есть дуги Скажем так Какие-то направляющие По которым Все это дело Раскладывается И дальше Я понимаю Что есть Определенные подушки Ну давайте Вместе с вами Пройдем Весь этот путь Это нержавейка На самом деле Они у нас имеют Немножко разную длину Насколько я понимаю Вот так вот Раз-раз-раз Да какие-то Где-то поменьше Где-то побольше Ну значит По идее Вот здесь вот она Например короткая Да Вот она здесь Не залезает Значит должна Наверное Логично Где-то быть здесь Дальше вот так Дальше вот так Дальше берем Боковушки Боковинки И укладываем Есть еще Вот такая штука Еще какие-то Подушки У нас тут есть Ну Это не отсюда Это явно Значит еще Что-то можно Закрепить Здесь вот мягкие Взголовья Что самое интересное Здесь можно Отодвинуть Еще Еще можно Отодвинуть Вот эти Сидения Вперед Ну как-то Вот оно Для чего сделано Я пока не пойму А схему Я не помню Смотри Здесь же был Выпил Под эту штуку О как Кладем Вот так Так Только они немножко Получается Перепутаны были Ну здесь вот Абсолютно Спокойно Два человека Могут Поместиться Вольготно Ну Я бы сказал Так что Два взрослых И ребенок Здесь могут поспать И все таки Это был не столик Все таки Это был не столик Кстати слайдеры На сиденьях есть Мы про это В первой части Не сказали Наверное стоило бы Опа Вот так можно сдвинуться В любое положение Сидеть комфортно Камбузный блок есть Плитку можно Газовую поставить Маленькую Аккуратненькую Здесь где-то приспособить Биотуалет можно поставить Если прям очень захотеть Пошли дальше На самом деле Хотел рассказать еще Про трансовые плиты Которые установлены На этой лодке Я к своему стаду Не знаю модель Модификацию Но вот пульт управления Которые здесь сейчас представлен Мне очень нравится То есть тут нет двух клавиш Тут есть джойстик Стик так называемый И он позволяет Судя по картинке Во-первых Опустить нос Две плиты У нас будут опускаться Сразу же поджимая нос Дальше у нас две плиты Могут подняться наверх И получается Что нажимая стик влево У нас поднимается Либо один борт Ну скажем так Компенсируется Либо другой борт Вот это сейчас мы все покажем На самом деле Реально удобно Давайте смотреть на мониторах Что происходит Мы с вами видим Что сейчас лодка Наклонена там Например влево Либо вправо Дальше Мы можем Например Налево Поджать Один борт О Поджимаем левый борт Тем самым Если у нас например Нагрузка очень большая На правом борту То мы ее с вами будем Компенсировать Именно таким Сейчас мы В правый борт пошли Вот так вот То есть если у нас Большая нагрузка Сейчас на левом борту То Опускание правой плиты Нам опускает борт Тем самым компенсирует У нас Вот эту нагрузку Ну и Обычные два режима В чем еще раз повторюсь Это не две кнопки Здесь есть второй режим Точнее третий режим Это поджать нос Вот такое движение Позволяет нам Что сделать Двигаться Сквозь Достаточно серьезную волну Например Именно через серьезную волну С опущенным носом Разбивать носом волну Ну то есть Комфортнее Мягче передвигаться А когда мы например С вами Опускаем Поднимаем плиты Сейчас мы с вами Поднимем плиты Ну лодка вот как раз Подняла нос И прям полетела Поднялась скорость Все здорово Комфортно Ну вот такой вот Очень удачный Очень удобный Удачный Как по мне так Джойстик Управление Транцевыми плитами Такие стики Джойстики Видел для управления Носовой подрулькой Вот А чтобы управлять Именно трансовыми плитами Ну вот я впервые Это увидел Не знаю какой производитель Обязательно посмотрю На блок управления Черт повторюсь Это вот Ну Нордсильвер Видимо знает толк реально И вот эти две клавиши Обычные две клавиши Механических Там электричественных Механических плит Они конечно Такую задачу не решают Ну точнее решают Но более сложная пропорция Это нужна уже система Которую мы вам показывали В одном из наших Предыдущих видео Когда у нас Индикация плит идет Когда у нас Автоматическое Выравнивание лодки Если например Мы там Влево вправо Перешли Например там Внутри лодки Там да То лодка Сама автоматически Выравнивается Ну вот здесь В принципе Такое же Образноподобие Только без автоматики Ну что друзья Давайте попробуем С вами Сымитируем Подход к берегу Подошли Дальше Что мы с вами делаем Да то есть Нам надо Например Кого-то высадить Там на берег И Понятно Что мужики Могут прыгнуть У них Главным Тостом Заводевые И вот это все Как это прыгается Но дети И женщины Должны все-таки Спускаться Более или менее Комфорт Все Но самое главное Не то что спускаться Можно там еще Свою там Дому сердце Спустить Если у вас спина крепкая Ну вот например Здесь в данном случае Это площадочка Она вся Меня например Выдерживает То есть вот я Спокойно абсолютно Вышел Все здорово Все классно К берегу подошли И дальше мне например Надо забраться Опять же Либо с воды Либо с берега Если у вас вдруг Какой-то есть причал Ну наверное Она выдержит Хотя это не очень Здоровская идея Вот Вот сюда Тихо Спокойно Забираемся Ты пойдешь Ты тут Вот Ну все Отчаливаем Медленно и верно Аккуратненько Не повредив винт Потому что очень часто Бывают проблемы Вы не знаете Что находится под водой Подходите к берегу И просто Калашматите Даже на малой скорости Винтом По камням Либо по бетонным блокам Либо еще не дай бог К чему Алюминий Кстати прощает Это не пластик Конечно Но тем не менее Нормальный пластик Он тоже защищен Гилькаутом И идет Тремовская лента Который защищает Киль Настало время Тестовых испытаний Это лодки Сейчас мы сделаем Несколько заездов Ну и потом Окончательные выводы Сейчас мы пройдемся Против течения Посмотрим на обороты Расход И по течению Пройдемся Обороты Расход И получается Что Обороты Расход На круизе Ну что Поехали Посмотрим Как она набирает Но набирает Она очень бодро 200 лошадей Все таки Не 225 Ну И не 175 Очень бодро Набирает Уже 60 69 Абсолютно спокойно 69 Один человек 110 литров топлива 70 Против течения Без ветра Практически Сегодня Жара И оборотов 5200 Но на самом деле Оборотов Не добирает Почти 600 единиц И в целом Можно попробовать Поставить 19-й винт Либо какой-то стальной Но С другой стороны 19-й винт Если вы поставите У вас Не получится Той же самой Скорости Да Тяга будет хорошая Но вот Скорости Не выйдет Потому что Путь проходим 19-дюймовым винтом Меньше А расход вы видели 65 Ну пошли по течению Полный этап Практически Без ветря Волнишка Своя Собственная Плюс Буксировала Лодка Идет Очень уверенно На самом деле 70 километров в час В принципе Это ее скорость На 21-м винте Но в целом Давайте попробуем Посмотрим Что у нас На круизе Вот 4000 Примерно Да С вами идем 4000 53 километра в час Можно даже Трим отжать Ручка Конечно Очень Прям Вот Дельфин Начинается Нет Дельфин Это не наша С дельфином Можно бороться Даже плитами Кстати Вот расход Расход 33 литра 33-34 литра Выбив Полтора километра На Одном литре Поэтому 280 литров Умножаете На полтора Получаем С вами 400 примерно Километров Можно пройти На этой лодке На одной заправке Стопленного бака 400 километров 200 километров Точка невозврата Туда-обратно Ну то есть Это приличный расход Точнее говоря Приличный путь На таком расходе Вот в такой скорости Может быть 50 километров в час Кому-то не оптимально Но для круизника Я считаю Это самые хорошие Выбранные режимы Мотор не так сильно Насилуете Там 3800 оборотов И расход не очень большой 32 литра в час Хорошо Комфортно Классно Для лодки Весом Тонну 300 Без моторов Плюс Даже если вы нагрузите Там людей сюда Как это Заправить топливный бак Шмурдяк Ну хорошо Даже вы будете идти меньше Но вот именно Расход топлива У вас примерно Будет такой же Около 35 литров в час Это не реклама Акваминерали Это реклама холодильника Который в лодке Нордсильвер 655 Надеюсь горло не заболит Слушайте Финал Вот Что хочу сказать Ну вот эта штука смущает В целом Ну на самом деле Все здорово Сколько мы сегодня Наверное Часов 6-7 Провели на этой лодке Суммарно Понравилось все Мне очень понравилась Эта лодка С точки зрения Семейного Плавсредства Здесь можно разложить Нормальные диваны Здесь можно тусануть Здесь можно В конце концов Взяли с собой Небольшую палатку Одну палатку Поставили на берегу Вторую палатку Ну не палатку Разложились И легли в кабине Включили отопитель Тепло Хорошо Классно Если летом Открыли форточки Продувается Классно Тоже все хорошо Можно антикомарины Какие-то Сетки Устройства Придумать в конце концов Все это реализуемо То есть идеально Лодка для Небольших походов Еще раз повторюсь Нет гальюна На берегу Да понятно Там есть всякие Разные нюансы Но на берег Выход с носа Для женщин Для детей удобен Выход с кормы Удобен Якорная система Работает Расход я вам уже показал Это на круизных оборотах 33 литра в час Это расход Еще раз повторюсь Это можно уйти 200 километров В один конец И вернуться Также 200 километров Все это круто Все это позволяет Вам сделать Прекрасная Большая 6,5 метровая Лодка Норсильвер 655 И вот этот красавчик Меркури В6 200 лошадиных сил Конечно можно Как пишут нам Многие в комментариях Хочу максималку не поставить Ну вот человек захотел Вот так Возможно на текущий момент Когда он заказывал Не было 225 мотора Но получите вы прирост Там в 3-4-5 километров в час Наверное В жару Летом Если испытывать Например этот же комплект Март-апрель Или какой-нибудь там Май холодный Или например Там октябрь или ноябрь Когда температура воздуха Ниже И вода не 28 градусов Все-таки там А там Градусов 15-16 То мы с вами априори Получаем скорость На 5-6 километров в час Быстрее Устали Воодушевились Все понравилось Все классно Сейчас вытаскиваемся Благодаря системе практика Про нам это будет сделать легче Нажимайте на подписки Оставляйте свои комментарии Если у вас как всегда Остались какие-либо вопросы Пишите их Под этим видео Вступайте в наш В одномоторный Телеграм канал 7 футов Это классно Это круто Мы делаем походы В этом году уже один И будет еще наверное Один или два Ну и в целом Как бы всем хорошего настроения Удачи 7 футов Подкилем Увидимся на воде Ильин Владимир Проказчик урок Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok